Каким образом выглядит оператор, который делают наши дети, когда они занимаются своей манной кашей? Он выглядит, на самом деле, довольно химик. Из тройки чисел А, В, С, манная каша становится вот какой. В, С, манная каша, А, С, манная каша, А, В, манная каша. Замечательно. А можно на языке преобразования Фурье понять, что же там будет. Вот, ребята, я сейчас объясню вам, почему я говорю, что мне интересно разобраться с Фурьезой Фурьезой. Это очень просто. Что значит, у меня есть каша, а у других каши нет? Это функция, которая равна единице вот в этой точке и равна номер 10. Или это равна единице 10, номер 10. А есть другое распределение каши. Когда у меня единица, здесь цито, а здесь цито в квадрате. Есть еще разобраться. Смотрите. Вот, наверное, так будет лучше всего объяснить. У нас есть все многочлены. Многочлены определенные на плоскости степени меньше, чем n. Многочлены бывают такие. Единица, z, z в квадрате, z в степени n минус z. Они нигде не равны нулю на этих n вершинах. Это вот такие многочлены. И они образуют базис в множестве многочленов, в множестве функций, определенных на наших точках. А есть другие, которые устроены так. Они равны единице в какой-нибудь одной точке. Например, какой многочлен? 1 плюс z, плюс z в квадрате и так далее. Плюс z в степени n минус 1 возделить на n. Он равен единице в единице. И он равен нулю во всех остальных точках. Или другой многочлен. 1 плюс z, z, плюс z, минус 2 в квадрате, плюс и так далее. Плюс z, z, минус n минус 1, z в минус 1, z, z в минус 1, z, z в минус 1, z, z в минус 1, здесь n минус 1. И тоже перед нами. Он обладает следующим свойством. Он равен единице в точке цида, а во всех остальных решинах он равен нулю. И вообще, есть такой многочлен. 1 плюс z, z в минус 1, плюс z, z в минус 1, плюс z, z в минус 1, в квадрате, плюс и так далее, и так далее. Плюс z, z в минус 1, в степени n минус 1. Вот этот многочлен равен единице в точке цида в минус 1, в квадрате, и равен нулю во всех остальных вершинах. Такие вот функции, которые равны единице в одной точке или в другую в степени. Так вот, смотреть за поведением манной каши вот в базисе, где единица в одной точке или в остальных, довольно тяжело. Потому что каша сразу размазывается. А смотреть в базисе, который составлен вот из таких, как ни странно, очень легко. Давайте, чтобы не быть, что называется голословным, я пытаюсь явным образом написать для числоты для манной каши плохой базис. Это базис вот такой. То есть, конечно, базис, все замечательно. И любое распределение манной каши таким вектором расписать можно. Хороший базис. Это базис, составленный из таких векторов. 1, 1, 1. 1 зида, зида в квадрате. И 1 зида в квадрате, зида. Ребята, вот посмотрите, что происходит при преобразовании здесь. Здесь получается 0, 1, 2, 1, 2. Ну и здесь то же самое, да? Вот здесь получается 1, 2, 0, 1, 2. Преобразование, с одной стороны, не очень сложное, а с другой стороны, преобразование. А что происходит здесь? Вот этот век просто остается на месте. А здесь что? 1 плюс зида в квадрат пополам. Разбираемся. Вот это 1, этот зида в квадрат. Их суммой, на самом деле, это будет минус зида в квадрат пополам. Понять минус зида в квадрат пополам. Ребята, а это минус 1, 2, умноженное на вектор 1 зида, зида в квадрат. Легко увидеть, что здесь будет равнёфонько то же самое. Потому что зида плюс зида в квадрат. В общем, здесь будет тоже минус 1, 2, минус зида в квадрат пополам и минус зида в квадрат пополам. То есть, эти два вектора умножились на минус 1, 2. Это гораздо более понятная операция. То есть, вы получили базис, в котором операция в ванной каше выглядит очень просто. Один вектор остаётся на месте, а другие два умножаются на минус 1, 2. Ну понятно, что если так сделать n раз, то вот этот вектор будет оставаться на месте, а другой умножить на минус 1, 2 в степени n. Представляете, бесконечности будет переставиться к номеру. Немножко хитрее выглядит для случая n равно 4. Давайте я нарисую, как выглядят корни из единицы для случая 4. 1 и в квадрате это минус 1 и в квадрате это минус 1. И вот здесь вот и в кубе. И быстренько напишу тот самый вот этот вот замечательный базис из многочленов 1, z, z квадрат и z куб. Смотрите, многочлен 1 даёт вам вот так ужин. Многочлен z и в кубе, то есть минус 1. Так, хорошо. Многочлен квадрат даёт единицу, минус единицу. Теперь в точке i будет опять единица, здесь минус единица. И, наконец, многочлен куб. Куб даёт нам единицу. Вот я сейчас вычитаю в точке 1 и в квадрате единицу. И в кубе это минус i. Дальше и в квадрате в кубе это будет минус 1. И в кубе в кубе это и в девятый, и то есть и в минус. Господа, смотрите, куда переходит это преобразование манной каши. Здесь единицы, здесь замечательная вещь, просто переходит в 0. Здесь переходит в минус 1, 1, минус 1, 1. Смотрите, что это такое. Это минус 1 умножить на тот вектор, с которого начали. 1, минус 1, 1, минус 1. И этот вектор тоже переходит в 0. 0, 0, 0, 0, 0. То есть для случая четырёх человек у нас есть замечательная вот эта ситуация. Вот эта неподвижная, у всех поровну каши, а здесь с чёрных мест меняется на нечёрные. Ну вот, это очень важно. Это получается, что если у вас в начале было вот такое вот распределение, представьте себе, каша распределилась таким образом, а плюс b, а минус b, а плюс b, а минус b. То это будет мигать. То есть в следующий момент будут здесь плюсы, а здесь будут а минусы. В следующий момент такая ситуация. И вот в этой мигающей ситуации всё сходится.